Городской округ Люберцы стал участником проекта «Знамя победы моей семьи. Зов предков». Акция призвана напомнить молодому поколению о героических поступках их дедов и прадедов, увековечить подвиг народа-победителя, а также поддержать бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. На торжественном собрании во Дворце культуры побывали мои коллеги. Этот уникальный проект инициировали сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в рамках патриотической эстафеты «Россия – страна героев». К акции присоединились десятки городов. Теперь и Люберцы. В далеком 41-м году более 50 тысяч нюберчан ушли на фронт защищать родину от нацизма. Вы знаете, даже тяжело было представить, что в 22-м году нам вместе с ним придется бороться уже с нацизмом в 21-м году. И наши губерчане, наши мужчины, парни сейчас находятся на передовой в зоне специальной операции. Героические воины на нашу родину. Вот опять нависло опасность, угрозы. И точно так же, как и далекие те годы, стали молодые ребята, мужчины, настоящие, которые сейчас защищают нашу родину. На знаменах с символикой Советского Союза и Российской Федерации будут изображены портреты участников Великой Отечественной. На одном из полотнищ – фотография танкиста Владимира Бурдакова. Его правнук, лучший юноармеец округа Андрей Бурдаков, принимает участие в торжественной передаче знамени. Он был призван в Советскую армию в 1937 году и, служив там два года, был призван уже на фронт во время всеобщей мобилизации. На войне он был механик-водитель танка в 172-й отдельной танковой бригаде. Механик-водитель танка проехал пол Европы, участвовал в захвате Берлина, в взятии Берлина и в 1945 году участвовал в войне с Японией. Индивидуальные семейные знамена с портретами фронтовиков передадут в зону спецопераций для размещения их на военной технике или использования их как штурмовых флагов в пеших подразделениях. Потом этот флаг вернется к нам и будет реликвии нашей семьи. Мы будем чтить, ценить и всем показывать. А когда 9 мая будет бессмертная полка, тем мы обязательно с ним пройдем по площади, по Красной. В проекте может принять участие любой гражданин Российской Федерации, считающий себя потомком победителей в Великой Отечественной войне. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.